Всем привет! Сегодня мы отправились на перепелиную ферму. Перепелка это птица под семейство куропатковых. Или другими словами, просто мини-курочка. На этой ферме мы купили 200 перепелок. Общий их вес составил 50 килограмм. А обошлись они нам в 5800 гривен, или 15 тысяч рублей. Всех этих перепелок мы запечем за один раз в нашем земляном тандыре. Но мы еще не все купили, поэтому отправляемся в супермаркет. Мы купили фольгированные тарелки. Много яблочной щипы. 15 килограмм апельсинов. Мяту. Много чеснока. Картошку. Кабачки. Цукини. Лук. Болгарские перцы. Помидоры. Много кефира. Подсолнечное масло. Оливковое масло. Куча разных специй. Мед. И отправляемся на кассу. Собираем все продукты по пакетам. И загружаем в машину. Чек вышел на 3000 гривен. В рублях это 7500. Все, отправляемся готовить. У нас будет два разных маринада. Поэтому берем второй ящик. И 100 перепелок перекладываем в него. Готово. Первый маринад у нас апельсиновый. Поэтому открываем мешки с апельсинами. Разрезаем плоды пополам. И выдавливаем из них сок. Прямо руками. Итак, перерабатываем большую часть апельсинов. Но не все. Вот сколько получилось сока из 15 килограмм апельсинов. Всыпаем в этот сок черный перец. Открываем мед. Тоже добавляем. Благодаря ему потом у перепелок будет очень красивая корочка. Карри. Его высыпаем довольно много. Также оливковое масло. И много соли. Все это хорошо перемешиваем. Маринад готов. Выливаем его в первый ящик. Оставшиеся апельсины нарезаем на кружочки. Тоже высыпаем сверху. И руками все это перемешиваем. Половина перепелок уже подготовлена. А второй маринад будет кефирно-мятный. Сначала берем 4 головки чеснока. И каждую раздавливаем. Благодаря этому большая часть зубчиков сама вылетает. Раздавим еще раз только уже плоской стороной ножа. И нарезаем довольно крупно. Сыпаем чеснок в миску. Туда же целую пачку мяты. И все это сдавливаем руками. Что пошел соки, она дала весь свой запах в маринад. Открываем кефир. И вливаем 6 литров в миску. Для цвета немного паприки. Черный перец. Сахар. И много соли. Все это замешиваем. Второй маринад готов. Выливаем все это во второй ящик. Тоже перемешиваем. Чтоб каждая перепелка была покрыта маринадом. Осталось только накрыть ящики пищевой пленкой. Чтоб туда ничего не попало. И оставляем в холодном месте на целых 15 часов. А пока перепелки маринуются, есть время для развлечений. Мы играли в поймай мяч. В карты. И в дженгу. Но все это неинтересно по сравнению с War Thunder. War Thunder масштабный военный онлайн экшен. Недавно он получил крупное обновление. Теперь в игре доступны легендарные истребители Mirage и Starfighter. Современные японские вертолеты, итальянский флот, а также опытный американский легкий танк. И советский ракетный комплекс Хризантема. Сражения War Thunder разворачиваются на локациях по всему миру. В одном бою могут столкнуться танки и самолеты России, США, Европы и Азии. В War Thunder продвинутая графика, реалистичный звук и разрушаемость дают полное погружение в атмосферу настоящей войны. Исследуй технику со времен Второй мировой и до современности. Прокачивая экипажи, используй новые технологии. Приборы ночного видения. Самонаводящиеся ракеты, дымовые завесы и многое другое. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы для легких побед. Помните ту 2,5 метровую яму, которую мы выкопали в видео с приготовлением большого барана? Так вот, мы решили ее улучшить. Для этого батя из досок сделал вот такой щит. Посредине вырезал люк под размер ямы. Чтоб все это было еще красивее и с помощью горелки обжег. Чтоб проявить текстуру дерева. Сверху зашкурил все это наждачкой. И покрыл морилкой. Чтоб дерево не гнило. Для того, чтобы приготовить 200 перепелок за один раз, пришлось варить еще одну конструкцию. К ней привязываются метровые цепи. Но и это еще не все. Из вязальной проволоки нужно сделать 200 отрезков по 10 сантиметров. И эти отрезки завязываем через каждые 6 звеньев цепи. Наши перепелки уже полностью промариновались. Берем их. Пробиваем через грудь проволокой. И загибаем вверх, как крючок. И таким образом цепляем оставшиеся 197 перепелок. Делали мы все это вчетвером, чтоб было быстрее. Готово. А сейчас самое время разогревать наш земляной тандыр. Берем дрова. И набрасываем туда сначала небольшие. Затем более крупные. А потом вообще огромные. Чтоб не лезть в яму, разжигать будем с помощью бензина. Нам нужно поддерживать огонь на протяжении 4 часов. Чтоб земляные стенки хорошо прогрелись. Все дрова уже прогорели. Сверху на яму ставим наш щит из досок. А что перепелки были копчеными. Заранее в эти судочки с фольгами засыпали яблочную щепу. И замочили ее, чтобы она хорошо дымела. Сливаем лишнюю воду. И опускаем судочек на дно ямы. Прямо на угли. И наконец-то опускаем 200 перепелок в яму. А чтобы узнать, когда они будут готовы, в одно из перепелок вставляем термометр. Дым от чипы уже пошел, поэтому накрываем крышкой, чтобы он не уходил. И на термометре выставляем 67 градусов. Когда температура слева будет такой же или больше, все готово. Мы прождали буквально час двадцать. И термометр начал печать. А значит перепелки готовы. Открываем крышку. И видим очень красивых подкопченных перепелок. Можно их доставать. А снимаются они с нашей конструкции очень просто. Просто разгибаем проволоку. И стягиваем тушку. Выкладывать их будем на наш большой поднос. Готово. У нас получается 200 подкопченных перепелок. Но мы решили сделать еще и гарнир. А именно рагу в казане. Для этого нужны картошка, помидоры, цукини, болгарские перцы, кабачки и лук. Мытую картошку разрезаем пополам. А дальше уже крупными кусками. Кабачки. У них обрезаем хвостик и переднюю часть. Пополам вдоль. А дальше вот такими половинками. С цукини то же самое. Болгарские перцы. Срезаем с них мякоть. Все эти кусочки пополам и готово. Пусть они остаются крупными. Лук нарезаем полукольцами. А вот помидоры сначала пополам. Потом еще раз пополам. И нарезаем поперек. Все, овощи уже нарезаны. Берем нашу печку. Посредине кладем скомканную бумажку. Сверху мелкие веточки. И поджигаем. Добавляем более крупные щепки. Ждем пока разгорится и ставим сверху казан. По кругу вливаем масло. Первой идет картошка. Ее нужно быстро обжарить до корочки. Следом идет лук. Открываем и высыпаем приправу для картофеля. Перемешиваем. Затем сразу кабачки, цукини и болгарский перец. И перемешиваем. Еще через пару минут добавляем помидоры. Открываем прованские травы. И сверху высыпаем всю пачку. Также сушеные томаты с травами и оливками. Черный перец. И перемешиваем все наши овощи еще раз. И последнее выдавливаем пачку кетчупа. Солим. И в последний раз перемешиваем. Все, наш овощной рагу полностью готово. Накрываем его крышкой. И снимаем с огня. Вот теперь точно все готово. В тарелку насыпаем рагу. И кладем перепелку. Пробуем. Рагу нежирное, в меру соленое и со вкусными специями. В общем, летом самое то. А перепелка очень мягкая. Мы пробовали те, которые были в разных маринадах. И мятный кефирный маринад оказался вкуснее. При том, что он дешевле раз в пять, чем апельсиновый. Во время съемок собака при виде мяса гавкала весь день. Поэтому мы ей дали одного перепела. Я думаю, теперь он счастлив. Приготовить столько перепелок было совсем нелегко. Получилось это благодаря тому, что батя нам сделал вот эту конструкцию. У них с мамой тоже есть свой кулинарный канал. На котором они готовили и огромный корндок совместно со мной. И блюдо из траусиных яиц. В общем, там интересно. Поэтому переходите по ссылке в описании на их канал. Подписывайтесь и под новым роликом пишите, что вы от меня. А если на этом ролике наберется 300 тысяч лайков, то мы продолжаем делать такие масштабные видео. Также по ссылке в описании качайте War Thunder и играйте в него. Всем пока!